Часы Бол позиционируются как технологичные, надежные часы за адекватные деньги. Действительно ли они такие защищенные? И за счет чего? В часовом сообществе часы Бол иногда начинают приравнивать к G-Shock. Мол, они не боятся ни воды, ни ударов, ни магнитов, ни холода. При том, что все часы Бол механические. Выглядят, прямо скажем, странновато. Действительно ли часы Бол настолько надежные? На чем основаны такие утверждения? Если, конечно, они вообще на чем-то основаны, а не являются маркетинговой сказкой, каковы их в часах больше, чем шестеренок? Если хотите разобраться, узнать всю правду, ставьте лайк и посмотрите ролик до конца. Друзья, здравствуйте! С вами Вячеслав Медведев. И сегодня очередной технический выпуск. Только посвящен он будет не ультрамодным спускам или материалам, которые дают непонятную прибавку в точности, а вещам более жизненным. Могут ли какие-то механические часы быть более надежными, чем другие? А заодно поговорим, от чего мы собираемся защищать часы и нужна ли она вообще такая защита? На примере часов Бол мы поговорим о решениях, призванных повысить надежность. Защищенность часов от всяких недоразумений, в том числе от владельца. Потому что с точки зрения часов, именно мы с вами и есть главное недоразумение. И начнем с защиты от ударов. На сайте Бол для большинства часов указано ударостойкость 5000G. Мне вспоминается анекдот. Петька, приборы. 60. Что 60? А что приборы? Что означает эта цифра? 5000G. Максимальное ускорение. Но 5000 это много или мало? Ведь противоударными сегодня считаются все механические часы. Отдельные энтузиасты лупят часами Бол по боксерской груши. И вроде ничего. Груша цела. Начнем с того, что в часовой терминологии слово ударостойкость не применяется. Это трудности перевода. Правильный термин – противоударность. Именно он применяется в стандартах, в которых описаны требования и методы испытаний. В международном ISO 1413 и в российском ГОС 29153 – часы противоударные. Критериев в виде количества G в этих стандартах тоже нет. Там описаны некие испытания, которые соответствуют падению часов с высоты 1 метра на пол из твердых пород дерева. Сказано, что даже после двух таких ударов часы не должны останавливаться, разница в погрешности хода до и после испытаний не должна превышать 60 секунд, и часы не должны получить внешних повреждений, разбитых стекол, погнутых стрелок и так далее. Давайте разберемся с G. 5000 G – это полное G. Или как? Сколько G может выдержать человек? Если попробуете погуглить ответ на этот вопрос, скорее всего встретите упоминания что-то вроде 9G. Но это касается пилотов самолетов, которым приходится терпеть перегрузку относительно длительное время. Часы падают за доли секунды. Здесь нужны другие расчеты. Удар, то есть ускорение, которое получают часы при падении, зависит от скорости встречи часов с полом и времени до их остановки. Падая с высоты 1 метр, часы успевают разогнаться до скорости 4,5 метра в секунду. Этот метр они пролетают за 0,45 секунды. Кстати, если решите перепроверить меня, замерив скорость падения своих часов, напишите результаты. Опять же, 4,5 метра в секунду. Много это или мало? Вот этот отбитый на голову парень в 2013 году попал в книгу рекордов Гиннесса. Это американец Кейт Лидл. Скорость перчатки при его ударе достигла 20 метров в секунду. В 4 раза быстрее часов. Но это рекорд. На ринге Лидл к тому времени уже не выступал. Были проблемы с головой. Билл-то не только он, но и ему. А в отличие от часов, для головы стандарта противоударности пока не придумали. Но известно, что после прямого в голову голова боксера приобретает ускорение порядка 70G. Оставаться в сознании удается не каждому. Вот у нас и появилась опора для сравнения. 70G. Предел для головы нормального человека. Сталкиваемся ли мы с еще большим ускорением? Увы, некоторым не везет. А некоторым не везет смертельно. Время остановки автомобиля при ударе о препятствии составляет от 0,02 до 0,06 секунды. Если авто ехало со скоростью 100 км в час и остановилось об стену за 0,02 секунды, перегрузка составит 141 G. В 2 раза больше, чем при прямом в голову. Да, вы все поняли правильно. Этот ролик проплатили производители ремней безопасности. Какое ускорение получают часы при тесте стандарта, зависит от кучи факторов. В том числе от самих часов. От их материала, массы. Единственная цифра ускорения, которая встречается в стандарте ISO, 3100 G. И даже она приведена не как норматив, а как пример в одном из расчетов. Наверное, ее и можно взять за некий ориентир. Получается, стандартные часы способны выдержать ускорение, которое в 20 раз больше, чем при автокатастрофе, и в 40 раз больше, чем при ударе профессионального боксера. Для большинства часов Болл предельное ускорение указано в 5000 G. Думаю, вы поняли, что эксперименты с боксерской грушей были безопасны для всех. И для груши, и для часов. А за счет чего обеспечивается противоударность? За счет конструктивных хитростей. Прежде всего, использование так называемого противоударного устройства оси баланса. Для снижения трения кончики оси баланса стараются сделать очень тонкими. Соответственно, они оказываются самым чувствительным к ударам элементом часов. Чтобы они не ломались при ударе, хвость закрепляют в паре из опорного и сквозного камня, которое поддерживает стальная пружинка. Устройство сконструировано так, что при ударах хвость чуть смещается. И удар принимает на себя не тонкая цапфа, а более толстая часть оси. В пружину противоударного устройства мы видим в механизме этих часов, Ball Marble Light. О них через секунду. А сейчас о нестандартных решениях, патенты на которые имеет Ball. В одном из старых роликов мы показывали часы Ball Dev Group. В них механизм подвешен внутри внешнего корпуса на проставке из особого материала, который гасит удары. А в дополнение в механизм встроена система Spring Lock. Это своеобразная тарелка, расположенная под спиралью баланса. При ударах она не дает перехлестнуться виткам спирали. А эта проблема достаточно часто встречается в ряде механизмов. В результате кампания заявляет, что часы способны перенести не 5, а 50 тысяч джиль. Чурмой организм в тестах не участвует. Еще один элемент механизма, который в силу большой массы чувствительен к ударам, сектор автоподзавода. В наших старых обзорах были часы Ball, в которых можно заблокировать вращение сектора, если, например, вы решили поработать отбойным молотком. Другое решение той же проблемы получило название амортизатор. Вокруг механизма закреплено кольцо, внешняя часть которого сделана из антимагнитного материала, а внутренняя из эластомера. Это кольцо амортизирует возможное смещение механизма при ударах. Именно такое решение использовано в часах Ball Marvelite. Но главная гордость этих часов – мануфактурный механизм. Калибр Ball RR7309C. За пасходу 80 часов – сертифицированный хронометр Коск. Этот механизм создавался для современных часов, которые отличаются достаточно крупными размерами. Диаметр платины – 34 мм. На 4 мм больше от А7750. Высота – 5,16 мм. Большой? Да. И не могу сказать, что мне нравится пустота около баланса. Но такой размер позволил разместить мощную пружину и обеспечить стабильную точность. Частота баланса – 4 Гц. Добиться максимальной точности помогает винт-эксцентрик, регулирующий длину спирали. На обзоре были часы с обычной спиралью. Но существует версия механизма с кремнием. Результаты замера точности на ваших экранах. Напишите, у вас цифры устраивают? Диаметр корпуса – 43 мм при высоте 13,5 мм. Завинчивающаяся головка, антимагнитная. От непроницаемости до 100 м. Оба стекла – и задняя, и над циферблатом. Сапфир. Основное еще и снабжено антибликовым покрытием. Через него прекрасно виден черный циферблат с метками Tregalite. Мы привыкли к трубкам Tregalite. А здесь видим не трубки, а бруски. Их плюс – огромная площадь свечения. Метка на 12 часах светится оранжевым. Остальные – традиционным зеленым. Про технологию Tregalite рассказывать подробно не буду. Скажу вкратце, что в отличие от светонакопителя, для свечения им не нужна подзарядка на свету. То есть BALL – это часы, которые будут светиться всегда. И время на которых вы гарантированно рассмотрите даже в темноте. Слово «гарантированно» вообще ключевое в случае BALL. Кстати, у меня вызывает изумление, как BALL удалось обеспечить устойчивость к ударам циферблатов и стрелок. В отличие от просто краски, трубки имеют приличную массу. И по идее должны быть критичны к ударам. Но в официальном сервисе говорят, что обращений по поводу отлетевших трубок к ним не поступало ни разу. Наверное, в BALL используют какой-то суперклей, который позволяет гордиться противоударностью своих часов. Какой именно? Секрет фирмы. А знаете ли вы, что башни и излучатели уже окружили нас со всех сторон? Но если не башни, то магниты точно. И потому один из главных трендов среди производителей часов – антимагнитные часы. И на циферблате следующей модели мы видим надпись «1000 Гаусс». Много это или мало? Что это нам дает? Прежде всего это дает нам симпатичные часы. BALL Engineer 3 Marvelite хронометр. Да, опять хронометр. В этот раз ничего необычного в механизме нет. Калибр RR 1103 – это либо ETA 2895, либо аналогичная селита. Кто-то скажет, фу, не мануфактурник. Но не путайте. В любом случае это недоступный 2824 или 200 селита. А калибр гораздо более высокого уровня. Причем в топовом исполнении. Хронометр Коск. Что именно использовано конкретно в этих часах, я не знаю. Не видно. Потому что задняя крышка здесь глухая. Под ней внутренний экран из мю-металла. Этот сплав используется для защиты электрических приборов и кабелей от магнитных полей. Мю-металл экранирует механизм от внешних магнитных полей. Заставляет их как бы обходить его. В итоге антимагнитности этих часов почти в 20 раз выше, чем требует стандарт. 80 000 Ампер на метр. Так много это или мало? Строго говоря, амперы на метр и указанные на циферблате гауссы, это разные единицы измерения. Но можно считать, что цифры 80 000 в описании и 1000 гаусс на циферблате примерно соответствуют друг другу. Можно ли такие часы класть на колонку? Легко. Хотя в динамиках использованы мощные магниты. Снаружи колонки магнитное поле будет смешным по меркам этих часов Болл. Около 10-20 гаусс. Магнитное поле магнита с холодильника около 50 гаусс. А вот залезать в медицинский томограф не советую. Некоторые из них выдают 70 000 гаусс. На циферблате традиционный для Болл индекс от Ригалайт. Традиционный в смысле технологии. Но вот размер. Вы видите сами. 12 прямоугольников на часовых отметках и 2 на стрелках. Эти не такие циклопические. Рассмотреть дату помогает линза Циклоп. В одном из роликов я говорил, что далеко не во всех часах линза реально увеличивает цифры в окошке. Здесь все в порядке. Антимагнитный экран заставил чуть увеличить толщину часов до 13 мм. Но толстыми они не выглядят. А на моем запястье 16,5 см смотрятся вполне прилично. Фишка часов никак не обозначенная внешне. Материал корпуса. Вместо стали 316L использована сталь 904. Из нее делает корпуса Rolex. Насчет того, какая марка стали тверже, то есть меньше склонна к появлению царапин, мнение до сих пор расходится. Но 904-я однозначно более устойчива к коррозии в разных средах. 40-мм корпус дополнен сапфировым стеклом с антибликом и стальным браслетом с раскладывающейся застежкой. Традиционные для болл характеристики защиты. Противоударность до 5000G и водонепроницаемость в 100 метров. Заводная головка, разумеется, завинчивается. В отличие от мутных цифр противоударности или магнитного поля, что такое холод в России, никому объяснять не нужно. В январе новостные ленты облетело сообщение. В Якутске потеплело до минус 48. А какие часы выдержат такие условия? Говорят, вот эти. Набор защитных характеристик хронографа Ball Roadmaster выглядит почти стандартным для бренда. За исключением одной строки. Используется особая смазка, сохраняющая свои функции до минус 45. Смогут ли часы стабильно работать при такой температуре? Круто, если да. Шутки шутками, а минус 45 это много. Я помню, как бодро облетала пластиковая изоляция с проводов моей Мазды, когда я попробовал согнуть их на морозе. Если не просто надеть часы на руку, а охладить их до такого уровня, поменяются не только свойства смазки, но и упругость спирали. А скорее всего, еще и геометрия деталей. За счет чего достигается морозоустойчивость? В характеристиках этого руадмастера указан калибр Ball RR1402, то есть такой же, как в Ball Гидрокарбон Ниду, у которого ничего про морозоустойчивость не говорится. Адекватной информации про этот калибр я найти не смог. Вопреки сведениям на некоторых сайтах, это точно не базовый вариант ЭТА-7750. Мы видим жемчужное зернение на мостах, вороненые винты, индексный градусник. Около метки 8 часов расположилось окошко индикатора день-ночь. Плюс, нигде в описаниях не отражено, что во всех моделях часов Бол используются специальные модификации механизмов, в которых оси стрелок имеют увеличенную длину. Это необходимо, чтобы стрелки не задевали трубки Триголайт. Получается, компания регулярно забывает рассказать об особенностях своих калибров. Видимо, не до конца раскрывает все секреты и здесь. Руадмастер – это часы для спасателей. Антимагнитные – 100 метров. Противоударность до 5000G. Сапфир антиблик. Внешне почти обычный, почти дайверский хронограф. Только рассветка не дайверская. Белый циферблат, зеленый рант и зеленые счетчики. Приглядевшись, замечаешь шкалу по контуру циферблата. И надпись «Отгрудировано на 15 пульсаций». Белые цифры на зеленом фоне – пульсометр. Запускаете хронограф, отсчитываете 15 сердцебиений и смотрите частоту пульса. Корпус имеет диаметр 41 мм. И получился относительно высоким – почти 15 мм. Очень интересно смотрится в профиль. Он сделан из титана. Легкий, теплый. А вот рант – стальной, со вставкой из керамики. Цифры на нем супер-люминова. Светятся в темноте. Рант имеет выступы, но его не старались сделать супер-ухватистым. Все же часы – не дайвер. На циферблате прямоугольный индекс от Regalite. Светящиеся элементы мы видим на стрелках и на ранте. Опять же, не думаю, что стоит подробно описывать исполнение элементов циферблата. На нашей съемке вы все видите сами. Мне нравится. Предлагаю от часов для отмороженных перейти к часам для тех, кто собрался на дно. Большинство часов, которые мы причисляем к дайверам, имеют водонепроницаемость 100 метров. Иногда 200. Модель Ball Engineer Hydrocarbon не ду водонепроницаема до 600 метров. А, за счет чего? Понятно, что мощный корпус, толстая задняя крышка, сапфировое стекло толщиной почти 4 миллиметра. Корпус здесь, кстати, из титана. Мощный, но легкий. А чтобы надежно обеспечить водонепроницаемость, в этих Ball Hydrocarbon не ду использованы сразу три решения. Первое – гаечки вокруг кнопок. Их можно увидеть на многих часах, но чаще всего они декоративные. Здесь функциональные. Воспользоваться хронографом можно только на суше, выкрутив защитные гайки. В обычном же положении они должны быть завинчаны. И надежно блокируют от проникновения воды в корпус. Эта защита не столько от воды, сколько от владельца. Случайно нажать кнопку под водой уже не выйдет. Наверняка вы обратили внимание и на необычные детали около заводной головки. От чего защищает пластинка, которая ее прикрывает? Опять, прежде всего от владельца. Сама по себе она не перекрывает ничего. Но защелкнуть ее на место можно только если головка до конца закручена. А потому залезть под воду с незакрытой головкой у вас не получится. Решение простое и эффективное. На него оформлен патент. Чтобы обеспечить 600-метровую водонепроницаемость, пришлось установить особое стекло. Оно сапфировое, с антибликом. А толщина составляет 3,7 мм. Еще один патент в этих часах оформлен на автоматический гелевый клапан. Он встроен непосредственно в заводную головку. Нужен ли он вам или нет, другое дело. Главное, что он есть. Из мелочей фирменная застежка с удлинителем. Он позволяет увеличить каждую сторону браслета примерно на 2 см. Итого на 4 см. Сделано все очень серьезно. Кстати, на застежку тоже оформлен патент. Ну и совсем-совсем мелочи. Присмотритесь к креплению браслета. Здесь не просто шпилька, а винты. Причем по 2 винта с каждой стороны. С секреткой, под звездочку. Под водой все должно быть надежно. Помимо высокой водонепроницаемости, у Ball Engineer Гидрокарбон Ниду указана устойчивость к ударам до 7500G. За счет чего? Здесь ответа не знаю. Внутри стоит калибр RR1402C. По сути это ATA 7750. И если верить сайту WatchWiki, не модифицированный. Но скорее всего какие-то изменения в механизм вносились. Я уже указывал на удлиненные из-за тригалайта оси стрелок. Про которые тоже нигде не говорится. Вернемся к началу ролика. По делу ли в часовой тусовке приравнивают Ball к G-Shock по неубиваемости? Скажем честно, сравнивать Quartz с механикой занятие бессмысленное. А Ball 100% механика. Причем весьма точное. Все модели из обзора имеют сертификат COSK. С другой стороны, думаю, что на примере с головой боксера вы поняли. Дай вам бог не попадать в ситуации, предельные для надежности часов Ball. Часы точно продержатся дольше. Залог того технические решения, которые мы видели буквально в каждых часах Ball. Причем в ролике было перечислено далеко не все. На счету компании около 40 патентов. Не думаю, что все возможности часов Ball потребуются вам в реальной жизни. И желаю, чтобы они потребовались не все. Но согласитесь, чертовски приятно иметь на руке часы с фишкой, которой нет у других. И случайно у Ball уже сформировался приличный круг поклонников бренда. Интересно, готовы ли вы платить за скрытые от глаз решения, обеспечивающие надежность часов? Если да, то за какие именно? Напишите в комментариях. Ставьте лайк, если понравился этот ролик. И подписывайтесь на нас на всех платформах. YouTube, ВК, Яндекс.Зен, Телеграм. Мы готовим новые истории. Из мира красивых вещей и точных механизмов. Способных работать в самых разных условиях. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok